Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Эмир Булатов рассказали, что телефонные мошенники продолжают осваивать современные методы, в результате которых доверчивое население теряет свои деньги. Отмечено, что в этом году число звонков телефонных мошенников в России выросло в два раза. Дмитрий Мещняков напомнил, что Банк России не работает с физическими лицами, как с клиентами, и не ведет их счета. Мошеннические схемы постоянно видоизменяются, и в последнее время достаточно популярность стала именно такая, в которой используют информацию о Банке России. Фактически, как эта схема развивается? Поступает стандартный звонок потенциальной жертве, которая является клиентом кредитной организации, то есть какого-то коммерческого банка, и достаточно уверенным, хорошо поставленным голосом на той стороне провода сотрудник представляется, мошенник представляется сотрудником Центрального банка и информирует потенциальную жертву о том, что в настоящий момент времени совершаются какие-то нетипичные операции с его счетом. Соответственно, в подтверждении этому очень быстро пересылается информация. Информация пересылается либо по электронной почте, либо с использованием мессенджеров. Фактически, информация содержит копию удостоверения сотрудника Банка России, который якобы в настоящий момент ведет беседу с этим клиентом коммерческого банка с потенциальной жертвой. Для чего это делается? Для того, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы, и она максимально четко и последовательно выполняла те указания, которые уже мошенник ей, собственно, и обозначает. Хочу абсолютно однозначно сказать, что Банк России не обслуживает физических лиц как клиентов, с одной стороны. Соответственно, он не занимается обзвоном физических лиц. Более того, сотрудники Банка России, естественно, не пересылают какие-либо документы кому-либо. Поэтому, если на том конце провода вам кто-то представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, либо Банка России, это, собственно, одна и та же организация, то я предлагаю сразу положить трубку. Если у вас возникают какие-то сомнения, то целесообразно связаться со своей кредитной организацией по номеру телефона, который, как вы знаете, либо на оборотной стороне банковской карты обозначен, либо на официальном сайте кредитной организации. За 10 месяцев текущего года специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачао-Черкеска Энерго обеспечили электроэнергией 132 объекта на горнолыжном курорте Архиз. Им выдано 6,6 мегаватт мощности. Для подключения новых потребителей к сетям построено около 2 километров линии электропередачи и установлены три трансформаторные подстанции. За счет расширения электросетевой инфраструктуры необходимый объем мощности выдан новым гостиницам, домам и базам отдыха, станции сотовой связи и спортивно-оздоровительному комплексу. Всего за отчетный период в филиал поступило 180 заявок на технологическое присоединение к сетям новых объектов, строящихся в горнолыжном поселке. Запрашиваемая суммарная мощность составила 12,7 мегаватт. В рамках импортозамещения обновлен парк спецтехники промышленного предприятия «Кавказцемент». На завод прибыли 4 единицы новой техники, 2 новых «Белаза» для работы в карьере, фронтальный погрузчик и бульдозер. Обновление техпарка – одно из важных направлений программы по импортозамещению в компании, включающего закупку оборудования из дружественных стран. Крупнотоннажные «Белазы» 7547 идеально подходят для работы в трудных горных условиях. Самосвалы груза подъемностью до 45 тонн и объемом кузова 26,5 кубометров выдерживают большие динамические и статические нагрузки в условиях бездорожья. Они отличаются повышенной надежностью. Порядка 20 огромных многолетних тополей снесли в столице республики преимущественно по заявкам жителей. Накануне 6 таких деревьев ликвидировали на Ставропольское 15. Надо учитывать, что тополь относится к породии мягколистных деревьев с неплотной древесиной, а значит легко поражается гнилями. Деревья имеют огромную крону с большой массой, и все это делает его опасным, подверженным падениям. На некоторых тополях принято проводить кронирование, удаление верхней части дерева для облегчения кроны. Ну и в заключение новости спорта. В Кисловодске прошли чемпионат и первенство Ставропольского края по тэквондо. Спортсмены Карачаево-Черкесии пополнили копилку республики наградами различного достоинства. Призерами в своих весовых категориях стали Амур Би Гаджаев, Наурус Джанкиосов, Артур Каркмазов, Амир Тлявичев, Амир Чочаев, Амир Хачиров, Денис Лепшоков, Иляс Бархеев и другие. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. В центральных районах республики местами высокая степень пожароопасности четвертого класса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 14 градусов выше нуля. Таковы некоторые события республики. Новостной блог провела Рита Нерова. На правах рекламы. Палундра. Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2,96,58. Спешите узнать тайну пирата. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.